Первая лига НБЛ СТМ во второй части игры сбавил обороты, и команды сыграли на равных, но в итоге крупная победа фаворита 95-66. Выходные открыли Саша Сбар и Русфан. Русфан не испытал проблем в достижении результата, выиграв уверенно все игровые отрезки. Парни Макса Савельева нанесли чувствительное поражение сопернику 96-59. Следом прошла игра поинтереснее, БДС принимал НДФ. Здесь борьба была значительно ожесточеннее, но тем не менее преимущество одной из команд было очевидным. НДФ всю игру медленно, но верно отрывались от соперников, сумев победить во всех четвертях и офармив достаточно уверенную победу 69-56, чем еще более укрепили свои позиции в борьбе со второе место в группе Б. В субботу состоялся пропущенный матч Ленинград против Саша Сбар. Напряженный для Саша Сбар игровой уикенд привел к тому, что они не смогли как следует побороться и во втором своем матче. Лишь во второй четверти у Саша Сбар что-то получалось, но проваленная вторая половина игры, 26-46, не позволила рассчитывать на победу. Ленинград уверенно победил 74-57. Воскресный вечер открыла игра Атланта против спецпроекта. Как и предполагалось, лидер группы А не встретил упорного сопротивления, легко победил со счетом 107-71 и продолжил возглавлять группу. Зато в завершающем воскресном матче борьбы было достаточно. Финиш пытался победой над НДФ укрепить свое турнирное положение в борьбе за последнюю путевку в плей-офф. Увы, финишу это не удалось. В итоге очередная победа НДФ 73-65. За развитием событий в турнирах НБЛ следите в прямом эфире на нашем сайте.